Я очень надеюсь на то, что когда мы изучаем какие-то тексты, что это не останется у нас исключительно как интеллектуальное какое-то знание. Пожалуйста, сделайте поменьше микрофон, чтобы вы слышали. Мы не ищем того, чтобы стать еще более интеллектуальным и пополнить свое знание чистого. Это очень хорошо. Это, конечно, очень хорошо, когда мы изучаем Писание для того, чтобы понимать лучше. Но многократно мы можем читать в Писании, когда мы читаем, когда мы съедаем буквально в Писании, то мы можем переживать благословения духовные, физические, разные. Я прочитаю это по-русски. Господь сказал Муше, когда будешь делать в перепись сынов Израилевых, пусть каждый при пересчете даст Господу выкуп за себя, чтобы не постигл их бедствия из-за переписи. Пусть каждый при пересчете внесет пол шекеля, в шекелях святилища, в шекеле 20 гер. Эти пол шекеля пожертвования Господу. Каждый от 20 лет и старше должен в пересчете принести такое пожертвование Господу. Когда вы приносите Господу это пожертвование, как выкуп за себя, пусть богатый не дает больше, а бедный меньше, чем пол шекеля. Бери у сынов Израилевых этот выкуп и употребляй его за работ при шатре встречи. Это напоминание о сынах Израилевых пред Господом. Это выкуп за вас. Три урока, которые мы сегодня. Я очень надеюсь на то, что мы обосклим ему. Потому что сегодняшняя недельная учтение очень говорящая к нам. И первый урок я дал ему имя, что перед Богом все мы равны. И мы только что читали, что богатый пусть дает пол шекеля, а бедный сколько должен дать? Те же самые пол шекеля. И это не просто что-то недовольное. И это речь не идет о добровольном каком-то даяне. Но на все общество израильское бог фактически наложил налог. И сказал каждый человек из вас, не важно богатый ты или бедный. Если ты принадлежишь мне, ты должен принести мне пол шекеля и должен участвовать в общем таком действии. Это то, что говорит Тора, это то, что мы получили на Синай. Вы знаете, в Новом Завете. Мы курием от Якова, Ахшел и Ишуа, текст, который очень близкий, но в контексте чуть-чуть. Брат Ишуа, Яков, пишет текст, который очень близок к этой парашии. И он говорит следующее. Он говорит так, ребята, да будет в вас вера. И более точно, он говорит, да будет в вас вера в Бога через Ишуа. И не будьте лицеприятны. Что он имеет в виду? Знаете, в иудаизме периода второго храма, Было такое вот направление. Они думали так. Что им бы надам Ашир, если человек богатый, Аз уютер мебурах милуим. По нему, по этому виду можно судить, что он более благословен Богу. Аз Яков говорит так. Чтобы всем вам, у всех у вас была вера. И не смотрите на лица. И если ваше собрание зайдет или богатый человек, или бедный человек, Принимайте их одинаково, вне зависимости от их состояния. Иногда мы, иногда так же, И, особенно молодые поколения, Мы стремимся к богатству. И я посмотрел статистику исследования, То, что собрано по всему миру. И молодежь опрашивают от 18 до 24, 25 лет. И многие девушки, на вопрос, что они хотят изучать, Они говорят, я не хочу ничего учить, Я хочу выгодно выйти замуж, Чтобы и муж меня обеспечивал. И что происходит, можно найти у ребенка тоже. Я хочу выгодную партию найти себе, Университет, которая имеет богатых состояние традиции. Я хочу знать, что это было стигма в мире, И это уже чуть ли не нормально из сегодняшнего мира, не в 2000 лет назад, а сегодня. Люди ищут такого богатого начала. Я хочу рассказать вам, что это практика, что это действительно жизнь. После того, как мы, как овчина, зашли в это здание, и один парень, назовем его Ицхак, который продал нам это здание, он очень и очень богатый человек. И в то время, когда он нам продавал, у него были различные разработки в процессе строительства, и в Кадере, и в Йогнам, и везде разные здания. И он искал, где мы могли дозевать деньги. И он мне позвонил и говорит, Леон, у тебя есть какие-то связи с Санкт-Петербургом? Он сказал, что у меня есть пасторы и друзья в Санкт-Петербургом. У меня есть друзья в Санкт-Петербурге, но не из этой лиги, которая спрашивает. И там есть в Пушкино, в пригородах Петербурга. У меня есть земля, которую я приобрел. И я должен быстро избавиться от нее, я должен продать. Помоги мне. У меня есть друзья в Санкт-Петербурге, но не из этой лиги, которые способны взять и положить деньги за землю. И вот вдруг связывается со мной адвокат, который все оформлял, связанное с приобретением этого здания. И он мне говорит, вот этот Ицхак, который тебе продал, он мне позвонил. И он хочет избавиться от зданий, если ему нужно быстро продать разные здания, которые он может поднять их. И он мне говорит, адвокат, я не хотел бы быть в тапочках этого Ицхака. Потому что мы так думаем часто, что если у тебя есть много денег, ты имеешь много свободы. И он мне говорит, посмотри на этого Ицхака, у него есть много денег, действительно много денег. И он имеет много головной боли. Как с этими деньгами управляться? И он не успеет уничтожить это. И это не будет большая проблема, потому что это царь не дает ничего. И он хочет сказать, что каждый человек, женский язык. Я хочу обращаться сейчас и к молодым, и к дев explode,的時候 визбк. Вы понимаете, Китайский Кадす reckon скажет, что у тебя есть возможность того, чтобы нам выразить, чтобы выразить и уходите. Ицания говорит нам, если у тебя есть способность, возможность зарабатывать, идите зарабатывать. Кरть с помощью, чтобы выразить. Шаол говорит, если у тебя есть возможность и уходить, чтобы выразить, чтобы выразить. выйти из рабства воспользоваться если есть возможность улучшать как это положение улучшает но не любой ценой мы должны понимать что у каждого человека есть его личное призывание и если вдруг станешь очень богатым человеком но у тебя нет призвания к этому эти все эти деньги которые ты придешь они будут тебе только вовремя я уверен что вы читали многие рассказывают когда люди доставались миллионы но в конце концов они оставались у разбитого корыда и в той самой грязи из которой они не потому что они много потеряли во всяких биржах и розыгрышах они очень практические вещи во всяком твоем состоянии во всяком твоем во всяком твоем положении и ситуации в которой ты находишься научись быть довольным и счастливым во всяком я могу управляться и в бедности и в богатстве и они хочу сказать что мы наши поколения мы должны воспринимать это в свою голову и сейчас есть многие медиа обещают о том как стать богатым и если ты только верующих они говорят ты обязан быть богатым это глупости в томатной церкви это не говорит о том что ты не если ты имеешь возможность что ты не воспользовался этим но не сегодняшний недель на 4 дня что нет обедель вне или если ты ашир или ты не нет разницы в глазах Всевышнего нет разницы в независимости в бедной или богатой или богатой но на тебя бог возлагает ответ чтобы ты нашел твоё место в жизни и в твоём месте призвание чтобы ты стал делать для бога то для чего он тебя избрал и я хочу ещё немного показать под другим углом между нами есть верующие которые и и и и но и и и и верующих оказывается есть такие люди и таких много которые просто нитя и 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 расслабиться отдыхать потому что он все сделал своей силой И мы превращаемся в духовных лентяев. Когда я там разговариваю, ну, фактически с вами я разговариваю. Я вижу, что когда ты веришь ей, для меня это уже стало рутинно. И тебе уже хочется чего-то, чтобы тебя как-то отличило, чтобы тебя увидели. И ты уже забыл, как быть удовлетворенным теми твоими отношениями с Богом, которые у тебя есть. Потому что самое главное, что есть у тебя, самое большое богатство, и это сам Бог, который есть источник всего в твоей жизни. И ты просто забыл, как приближаться к тебе. И ты уже не переживаешь той радости, которая была некогда. И у тебя уже нет радости в отношениях с ближними, с верностью. И ты предпочитаешь все эти отношения в присутствии в Ютубе, видеть фильмы, всякие. Но личные связи, личные отношения с твоей семьей, с теми, которые есть твоя семья, большая община, тебя уже не интересуют. Но здесь, в недельном чтении, Бог говорил, дай пол шекеля. Не важно, кто ты. Ашир о поход. Если ты богатый, или если ты бедный. Маамин хадаш, о маамин хвар им ветек. Ты новообращенный верующий, или ты уже такой... Что это, что значит эти пол шекелязы? Говорится ли здесь о деньгах? Конечно, речь идет и о деньгах в том числе, потому что здание требует того, чтобы он не сбежал. И пастор должен что-то кушать, и ему для этого нужны деньги. Но мы сейчас смотрим на эти пол шекеля в совершенно другом смысле. Бог ищет от тебя инициативу. И в первую очередь Он ожидает от тебя инициативы в отношениях с Ним. Как мы можем быть связаны с Ним? Это вопрос. Пожалуйста, ваша коллега. Кто еще согласен, что это молитва? Скажите мне, пожалуйста, сколько секунд в день вы молитесь? Как регулярно молитесь? Они вообще все шнеют. Я действительно думаю, что я не ошибся, когда я спрашиваю секунд, а не минуту. Вы помните эту песню? Не думай секунд с высока. Минута или секунда? Минута или секунда? Минута или секунда? Минута. Точно? Не думай. О секундах с высока. Остальное время, сам поймешь. Наверное... Мгновение за секунду? Да. О секунду! Минута или секунду? Остановка с высокой волы. Они умеют на ХММ. Рабим на Итану. Рабим на Итану. Ребята, я вам говорю истину, многие из нас измеряют свои отношения с Богом в день. Секунда! И потом они говорят, Вау, почему он такой сухой? Пастор, дай мне работать! Я хочу молиться за больных! Хабиби! Хабиби, Хабиби! Начни молиться. Шеур шини. Тарурум. Тарурум, как он называется? Тарурум. Первый урок мы условили, да? Да. Хейци шекель. Хейци шекель. Помните песню? Это как на базаре. Шекель, шекель, шекель. Я вспомнил про другую песню. Слыхаюсь. Подайте папиросы. Кольщин, кольщин папиросы. Шеур шини. Тарурум. Когда мы продолжаем свое шествие в свет за Богом. Мы знаем, что нет. Нет битухон, нет битуха, что мы не могут нас ехать. Мы все еще не гарантированы от того, что мы никогда не сделаем бежать. Вы согласны со мной? Сколько человек здесь согласны? Сколько человек есть? Есть много правильных, которые не согласны. Ам-Исраэль. Здравствуйте. Народ Израиля. Он видел чудеса и знамения. Маша, я шамба. Мидбар за хавар аль-Осман. То, что там видели отцы наши в пустыне, это просто как этот хавар аль-Осман появился. Шигаон. Сумасшествие. Это были величайшие вещи. Но в год Моше поднимается на гору. И народ видит, что что-то в Моше не спускается. И они устраивают себе проект под названием Золотой Телец. Кто помнит это? Это недельное чтение. Я хочу, чтобы вы научились чему-то. И они хотели кроу кодин. Сначала хочу прочитать. Шимуд шлюшим вештаем и хад вешалоши. Мейхад отшалоши. Три вторая глава исход с первой по третий стих. Вторая глава исход с первой по третий стих. Когда народ увидел, что Моше долго не сходит с горы. Вот такие слышно. Вау. Кто собрался к Аарону. И сказал ему. Встань сделай нам Бога. Который шел бы перед нами. Иосиф Азухер это посыл казаке. Тасел ано ли Элухим. Эхо Моше немца. Тасел ано Элухим. Где наши Моше? Сделай нам Бога. А за Аарону мей руке оставил ли Захар. Так Аарон ему говорит. Окей. Дайте мне ваше золото. Сейчас они хотели говорить о Сатану. Теперь я хочу говорить про Сатану. Кто-то помнит такой есть образ в писании? Называется Сатан. Мы видим, что Вы знаете, когда я изучал протестантскую литературу. Там есть такое ощущение. Агава. Кстати, я должен заметить, что я не имею возражений. Не запретит. Потому что эти писания Тора учат нас, чтобы мы от всего учились. Аз. Ноцрут. Вамиуха протестанты. Христиансы. Особенно протестантские протестанты. Бегляль гашпаа шела ёбаним. Из греческого влияния. Питха. Дуализм ба олам. Концепцию дуализма. Кто-то знает, что это такое дуализм? Агава. Ра бе тоф. Бецады хад умеет ми? Инь и янь. Бецады хад умеет? С одной стороны кто стоит? Бог. А с другой стороны кто? Диавол. Задача человека правильно выбрать лагерь. Или ты с Богом или ты с сатаном? Гам. Японим православным и миландим болтоцуран. И ортодоксальные греки. И русские православные. Ортодоксальная христианская церковь тоже учит это. Ве тилю адабо хэмцад. Ада о имелугин. О адайма сатан. То есть ты должен избрать себе сторону в чём ты лагере. Или ты с Богом или ты с Японим. Кто-то слышал подобное что-то? А ты любим? Ортодоксальная христианская церковь. И многие люди, к сожалению, с этим согласны. Во-первых, пусть Бог даст им здоровье. Они ищут мистакель о тмунах цад ахерет. Я лично я. Я смотрю на вещи иначе. И я научился этому из Танаха. И, конечно же, я пытаюсь смотреть так, как смотрят на это евреи. Я сейчас не говорю о равнинистическом иудаизме, с которым мы знакомы. Или ягодут, классы, миалпайн, миаз, миаз, миаз. Но я говорю о иудаизме Моисея. Я говорю о том иудаизме, который проповедует тоже. И там идея несколько отличается от того, что я выше сказал. Самый большой босс над всем творением – это сам Бог. Что я могу. Но все эти вещи Бог использует для того, чтобы испытать человека, для того, чтобы очистить человека и поднять человека на новый уровень. Кто-то знает, в чем смысл глагола «лесатэн»? Противостоять. Со стрельбой связан. Лесатэн – это сопротивляться. Лесатэн – это сопротивляться. В «брея», в «брея», в творении, есть шней судейшил сатан. Есть два типа сатана или сатанизма? Сатана. Сатан Хитони – внешний сатан. И внутренний сатан. Тот, кто сопротивляется внешне, и тот, кто сопротивляется внутренне. Нет, нет, нет. Сатан Хитони и сатан Пнини. Сатан внешне, сатан внутренне. Я сейчас объясню, это не то, что я сказал. Вы помните, это был сын Довид. Помните человека, которому имя Довид. И он убежал от своего сына, от преследования своего сына. Сатана Мишалом. И если мы родим, то, что мы с вами в русском тексте, он все время ходил за Довидом и проклинал, если бы помню. И один из служителей Довида сказал, «Слушай, скажи мне только, я его сейчас прибью». И Давид ему сказал, «Нет, ты не сделаешь этого, потому что, может быть, Бог специально вложил в этого саме, чтобы он проклинал меня». Другой пример. Вы помните? Йов, это Иш-Цадиб. Помните, правильный Йов. И сатан однажды получает удостоверение от разрешения от Бога испытывать и скушать Йов. Помните это? И Йов не имеет никакой силы сопротивляться. Все, что он может сделать, это только как-то пройтись в Озер. Или положить конец своей жизни в Озер. И что умирает его? Его жена дает ему такой совет. «Проклини Бога и умри». А я вот. Иш-Цад. Ешуа. Он исполнился Духом Святым. Он исполнился Духом Святым возле... И Дух Святой взял его в устыню, Он исполнился Духом Святым. Чтобы быть испытанным сатаной. Теперь я хочу объяснить. Есть Сатан за Габблё Иш-Ю-Тихан. Кроме того, я хочу сказать, что Сатан речь не идет о какой-то одной личности. Есть множество ангелов. Что их цель... Различными способами испытывать и искушать человека. Но их проблема... Что Альфилу Жем крыли лепиту и боли не знают. Несмотря на то, что они инструмент для испытания человека. То, что они делают, это не совсем точно то, что им поверено сверху. Иногда у них есть собственные желания. И Плату в Ишая, 24-21, Адам Ахарках, я понял, что это написано. Потом вы можете проверить. Что Еву-Юм-Эхад, что Илухим и Бакер, Эт Рашиок Башамаем, В Малахим Ба-Арец. То, что однажды, однажды, Бог посетит власти, Те, которые на небесах и те, которые на земле, И будет судить их. Почему? Потому что они далеко не всегда действуют так, как Он им повелел действовать. Так что, когда мы имеем искушение от внешнего Сатана, Нам важно различать вот эти вещи. То ли нам нужно набраться терпения и пройти, подобно Йову, Через испытание, которое нам определено. Что Илухим на Таглану Лаву. То, что Бог дал нам проявление. О Зе Тварь Юзма Шел Оев. Или речь идет о личной инициативе вот этих вот испытателей. И мы можем здесь сопротивляться, мы можем стоять и останавливать такие действия сатана. И множество раз мы можем читать. Это же Ешуа. Они не горежат хасатан сразу в этом. Когда Ешуа говорит, я повелеваю тебе, выйти вон, сатан, из этого человека. И то же самое делает апостол Павел. Вы поняли разницу? А от Кафа и Ба приходит атака. И нам нужно различить. То ли мы должны с терпением пройти через то, что определил для нас Всевышнего. И то, что Новый Завет и Старый Завет говорят о том, что, будучи испытанными, мы становимся подобными очищенному злоту. Или мы должны знать, что это Сатан, и я не горежу от тебя, во имя Ишуа. С другой стороны, мы должны различать такие случаи, когда речь идет о чистой инициативе сатана, которой мы можем сопротивляться и мы можем изгонять это во имя Ишуа. И вот эта способность различать. Она исходит от того, насколько у нас есть отношения с Богом. И если ты такой очень поверхностный в твоих отношениях с Богом, то у тебя нет возможности различать, ты просто теряешься, ты не можешь понимать, где Сатан то, что Бог послал, и где Сатан со своей инициативой. Есть другой вид Сатаны. Йецера пневми של Ами. То, что называется Йецера злой рача. Мазер. Мазер. Один не брал. Каждый собою. И есть нам метала львкадыш. И у нас есть цель освещаться. И здесь надо различать Петъюнов Испытания Которые исходят от нашей плоти Первый посланник Йоанна Написано Отцы, вы победили лукава Написано Юноши, вы сильны Вы победите лукава Речь не идет о внешнем сатане Но говорится о том, что происходит в нашей внутренней Похоть в плоти Или похоть наших очей Или гордость И здесь не может быть никакого компромисса И здесь может быть только война И царь Давид говорит Каким образом юношество может сохранять себя в правильности Когда он укрепляется Словом Всевышнего И тогда он получает силу И он направляет свой разум в правильном направлении Он удаляется от того, что искушает его И он побеждает сатана Который внутри И вот народ Израиля Стоит там И в Эр-Синае И Моше Ним-Лан Моше Ищес И они говорят И они говорят Дай нам такого посредника Кого-то Кто был бы переводчиком воли Всевышнего К нам И он говорит И он говорит Терафим Вы слышали такое слово? Терафим Это такие идоли Это элиль Идол? Что по манипуляции Чанот Когда определенные духовные практики должны быть применены Ты от него можешь как-то понимать Он дает тебе какие-то знаки Ты можешь понимать Как в воле небес Это то, в принципе, о чем они просят Аарон Или иначе можно сказать так Если мы не соглашаемся с подобной точки зрения Они говорят так Моше не иран Они говорят Моше Ищес Не знаю Так что ты, Аарон, дай нам другим богов Другого бога Элогим 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 В принципе, они мескемы Или мы должны тогда Сноситься с идеей Что им израиля Моше Он просто как-то Элогим О Казе Бен-адам Элогим Идай Что отцы наши действительно верили, что Моше Он своего рода бог Или он Божественный Божественный Настолько, что В азл Элогим Поскольку он исчез А ты Элогим Элогим Что не дабыла Элогим Настолько, которые вышли вместе с сынами Израилевым Они Толгали Израильцян К тому, чтобы Другим Богом Они Делали работу Вот Лесатен Они Работу Делали Против Божественный 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 Испытать Насколько Эсены Израилевы Действительно Понадлежат Всему Сатан Внутренний В Дни Исраиля 250 Сана Божественный Божественный 230 лет Примерно Сыны Израиля Были В Египте И Они Каблю Эт Ниссариум Нехали И Тех Несим Голос И Они Текида Имели Опыт Каким Образом Можно Как Получать Какие Ответы С Эт Эт Ман Нем Эт Эт Чего Хочу Сказать Ай Т Матам Амин Аквар Мехус Резош Просто Оставьте Эту Идею Если Ты Верующий Значит Все Что Связано С Грехом Тебя Уже Не Касает Поэтому В Ефесянах Написано Аксалюм Наск Пробудись Проснись Проснись Ай Ты Еш Кор Небудь Пьян Ищи Бога Если Что Внутри Тебя Поднимается И Толкает С Грехом Аз Декра Бэ Шеб Адонай Гадит Хазэк Бру Хак Жен Богу Исполнись Духа Святого И Победи Эта Если Что Ты Из Вне Аставин Если Что Речь Дет О Внешней Цитане Ты Должен Понять Это И Просто С Терпением Пройти Это Если Нет Аставин Пошли На Цех То Тогда Ты Должен Прощай И Шум Аш И Шум И Мы Знаем Таких Что Мы Учим Из Всего Эта Мы Как Мессианс Есть Особенная Цель Я Не Верю Что Мы Своей Силы Можем Взять И Израиль Перевернуть И Обратить Его К И Шум Но На Нас Возложена Цель Заложить Основания Верны Чтобы Однажды Бог Мог Использовать Это И Влиять На Весь Народ Как Написано Что Однажды Он Изогнет От Своего Духа Духа Умиления Духа Покаяния И Они Увидят Бога Через И Шум Но Сейчас Нам Надлежит Быть Теми Верующими О которых Говорят Скандарты Писания Верующим Искать Бога И Жить Жизнью Истиной Есть Бояц Шум 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 У Меня Есть Еще Третий Урок Второй Как Назывался Первый Пол Шекеля Все Родные Перед Богом И Второй Если Ты Верующий Это Еще Не Гарантия Того Что Ты С Греком Ты Не Будешь Мит Вы Готовы Еще Стоит Много Принят Да Да Или Нет Дима 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 Можьи Того См Дима Дима Магл Можьи Бон Амод Экшир Давайте Постоян Я Мудел Лиха Атона Гор Двар Шел Хам Господь Я благодарю Тебя Забер Слово Двар Шел Меот Меот Ашир Поет Слово Очень Поган Два Шел Хан Утен Кох Для Адам Аб Неми Шир Адам Дает Силу Нашему Дутреннему Человеку Они Мит Палел Аб Что Тазор Лану Легуляну Легц Эта Крыя Помоги Каждому Из Нас Найти Призвание И Дай Нам Войти В Эта Область Победы Там Где Нужно Просто Имея Терпение Пройти Испытание Которое Ты Определяешь Нам Дай Нам Пройти Испытание Сатана Но Так Где Мы Нуждаемся В том Чтобы Изгнать Сатана Дай Нам Эту Возможность Изгонять Испытание Испытание Мы Хотим Быть Полной Победой В Нашей Натерности Как Написано В Название Грея Аб Нор Цаир Отцы И Юноши И Молодец Вы Победили Эту Сатана Победили Сатана Который Музырь Я Молодец Отец Дал Нам Понимание Сил И Помоги Нам Быть Всегда Пример Для Нашего Народа В Нашем Народ Амин 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 Благодарите Господь За Твое Слово Зот Анура Ашер Адонай Натан Боян Моша Леан Израиль Тобе Бог Дал Через Луисе Абду Израиль Натан